Библейский портал экзегет.ру представляет Сегодня на библейском портале экзегет мы продолжаем наши беседы по книге Бытия. И сегодня мы будем читать 17 главу этой книги. Она начинается словами «Авраам был 99 лет, и Господь явился Аврааму и сказал ему «Я Бог всемогущий, ходи предо мною и будь непорочен». Итак, Аврааму является Господь, который представляется как всемогущий, по-еврейски «Эль-Шадай», то есть тот, для которого все возможно. В христианской традиции это имя Бога известно как «Пантократор» или «Вседержитель», то есть тот, который своим могуществом может содержать все и всему обеспечивать равновесие. У Авраама была сложная ситуация. Измайлу уже 13 лет, но Бог сказал, что у Авраама будет сын именно от Сары. Но годы жизни Авраама и Сары приходят к закату. Авраам проживет 175 лет, но он об этом не знает. Когда человеку 99 лет, как минимум, он уже подводит итоги своей жизни, хотя ему предстоит еще целая жизнь. 76 лет впереди. Господь является ему и говорит, «Я, Бог всемогущий, ходи предо Мною и будь непорочен». Что значит «будь непорочен»? Имеется в виду быть цельным человеком и означает быть непорочным. Потому что всех нас все время злые силы как-то разбрасывают. Мы не имеем единства в себе самом. Апостол Павел пишет, «Чего хочу делать, того не делаю, чего не хочу делать, то делаю. Бедный я человек». Цельность как непорочность, я бы это назвал бы еще целомутрием веры, достигается очень немногими людьми. И далее Господь говорит, «И поставлю завет мой между Мною и Тобою, и весьма, весьма размножу Тебя». Вот здесь Господь дважды повторяет, «Весьма размножу Тебя, имея в виду не только потомков Авраама по плоти, но и по духу, то есть христиан. Весьма» – это потомки по плоти, «Весьма» – это потомки по духу, размножу Тебя. И пал Авраам на лице свое. Бог продолжал говорить с ним и сказал, «Я, вот завет мой с Тобою, ты будешь отцом множества народов». В некоторых случаях говорится бесчисленного множества народов. И вот блаженный Августин начинает с этим спорить. Он говорит, «А еврейский народ, он не такой и многочисленный». Значит, речь идет не только о потомках по плоти, это как минимум, но и о потомках по духу. Не только евреи, но и мусульмане, и христиане считают себя духовными потомками Авраама. Евреи и арабы – потомки по плоти. Это та реальность. И мы знаем, что арабская нация очень распространилась. А христианская церковь, она тоже существует во всем мире. Все говорят о том, что они дети Авраама, по духу. И апостол Павел пишет, «Вы дети Авраама». Обращаясь к язычникам. «Я, вот заветной с тобою, ты будешь отцом множества народов, не народа, а именно народов, то есть разных племен, языков, и не будешь ты больше называться Авраамом, но будет тебе имя Авраам». Расширение имени Авраама указывает на то, что он теперь не только будет про отцом всех евреев, но он будет про отцом и духовных своих чад. Он не просто отец вот этого небольшого племени, он отец многих народов, племен, языков, которые принимают веру Авраама, это была вера во Христа, и покоряются ей. И опять повторяется, «И весьма-весьма расположу тебя и произведу от тебя народы», то есть многие народы, «и цари произойдут от тебя». И далее, «И поставлю завет мой между мною и тобою и между потомками твоими после тебя в роды их завет вечный в том, что я буду Богом твоим и потомков твоих после тебя». Что это за вечный завет? Мы увидим далее. «И дам тебе и потомкам твоим после тебя землю, по которой ты странствуешь, всю землю ханаанскую во владение вечное и буду им Богом». Известно, что когда началась Первая мировая война, она у нас в России называлась Вторая отечественная, то генеральный штаб вызвал к себе для консультации митрополита Антония Храповицкого. Генеральный штаб российской армии разрабатывал разные проекты. И владыке Антонию задали вопрос, а что если в результате этой войны мы сейчас начнем военные действия с турками, а тогда турки владели Святой землей, а потом выйдем на Святую землю и включим ее в состав Российской империи вместе с Цельградом поедут ли русские крестьяне жить в Святую Палестину? Вот такой был задан вопрос в генеральном штабе. Митрополит Антоний ответил ничуть не смутившись, с радостью поедут. Это земля Авраама, Исаака и Иакова, а они наши духовные отцы, это наша духовная прородина. И такое же отношение кстати у мусульман, они все считают себя потомками Авраама, они все обрезаны, потому что обрезанным был Авраам и евреи, то есть это действительно какой-то такой пуп мира, это земля, это наследие Авраама. И дам тебе и потомкам твоим после тебя землю, по которой ты странствуешь всю землю ханаанскую во владение вечное и буду им Богом. И сказал Бог Аврааму, ты же соблюди завет мой и потомки твои после тебя в роды их. Что это за завет? Сей есть завет мой, который вы должны соблюдать между мною, между вами и между потомками твоими после тебя, да будет у вас обрезан весь мужской пол. Вот почему и евреи, потомки по плоти Аврааму, и арабы, тоже потомки по плоти Аврааму, через Измайла, они совершают обрезание. Да будет у вас обрезан весь мужский пол, обрезывайте крайнюю плоть вашу, и сие будет знамением завета между мною и вами, а выше этот завет назван вечным. Восьми дней от рождения да будет обрезан у вас в роды ваши всякий младенец мужеского пола, рожденный в доме и купленный за серебро у какого-нибудь иноплеменника, который не от твоего семени. И далее подчеркивается необходимость этого действия завета обрезания по-еврейски Бритмила непременно да будет обрезан рожденный в доме твоем и купленный за серебро твое и будет завет мой на теле вашим заветом вечным. Это мы здесь видим, как постоянно подчеркивается важность этого действия и вот эти повторы, они как бы усиливают необходимость совершить Бритмилу завет обрезания. Необрезанный же мужского пола, который не обрежет крайней плоти своей, истребится душа та из народа своего, ибо он нарушил завет мой. Истребится душа, то есть он не будет иметь продолжения в народе, потому что за необрезанного нельзя отдавать еврейку замуж. И он будет вынужден взять жену на стороне, и он как бы отчуждается от народа. «И сказал Бог Аврааму Сару, жену твою, не называй Сарой, но да будет имя ее Сара». Происходит расширение имени Сары, и посмотрите, что пишет апостол Петр. Он пишет, что для христианок Сара, она как наша мать, и христианки, женщины, должны подражать ей, так же, как христиане мужчины подражают Аврааму. «Я благословлю ее, и дам тебе от нее сына, благословлю ее, и произойдут от нее народы, не народа, народы, то есть не ограничится все одним племенем, и цари народов произойдут от нее, имеется в виду рожденные от благочестивых женщин, которые в своем благочестии они уподобляются Саре. А в чем заключается благочестие Сары? В Новом Завете говорится о том, что Сара, обращаясь к своему мужу, называла его господином. И вот те женщины, которые почитают должным образом своих мужчин, они как бы последуют Саре в ее благочестии, потому что очень важно, когда мужчина это мужчина, женщина это женщина. И теперь Авраам посвящен в эту тайну. Расширение имени его и его жены это изменение судьбы. В древние времена в еврейском народе говорили так, что если в твоей жизни все плохо, ты должен сделать одну из трех вещей. Или переехать в другую землю, или остриться, или поменять имя. Перемена имени это перемена судьбы. И Павраам на лицо свое рассмеялся. то есть он скрыл свой смех, упав на землю и сказал сам в себе, то есть про себя, неужели от столетнего будет сын, то есть неужели через год у меня будет сын, и Сара девяностолетняя неужели родит, и сказал Авраам Богу, о, хотя бы Измайл был жив пред лицем твоим. Авраам не рассчитывает на много. Праведные божьи люди это были скромные люди, когда Господь предлагает столько много, они терялись, и он говорит, ну, хотя бы Измайл был бы жив, пред лицом твоим, то есть, чтобы он был верующим. Бог же сказал, Именно Сара жена твоя родит тебе сына, и ты наречешь ему имя Исаак. Исаак это значит радость, Ицхак, Ицхак, радость, то есть, ты возрадуешься, когда у тебя родится сын, и ты дашь ему имя это радостное, Ицхак. И поставлю завет мой с ним, заветом вечной, вечным, и потомству его после него. Но Господь внемлет мольбе Авраама, Авраам попросил хотя бы Измайл был бы жив пред лицом твоим. И далее, сказав об Исааке, Ицхаке, Господь говорит об Измаиле, Ишмаэле, и о Измаиле я услышал тебя, вот я благословлю его, эти слова, они обращены не только к Измаилу, вообще ко всей арабской нации, я благословлю его, и возвращу его, и весьма, весьма размножу, двенадцать князей родятся от него, и я произведу от него великий народ. То есть речь-то идет не об Измаиле, только двенадцать князей родятся от него, и я произведу от него великий народ. А в каком смысле великий народ? В смысле многочисленный, ну туда, наверное, китайцы самый великий народ. В духовном смысле имеется в виду. И мы не знаем как бы до конца тайну, когда произойдет обращение арабской нации в христовую веру, но вот эти слова Бога, они исполнятся. Они исполнятся, потому что обетования Божьи, они непреложные. Даже люди могут оказаться неверны Богу, а Бог, как Павел пишет, да, люди неверны, а Бог верит своему слову. И отреться сам себя Бог не может. Если Бог это сказал, значит, есть какой-то замысел его по поводу этой очень значительной группы людей. Но завет мой поставлю с Исааком, которого родит тебе Сара все самое время на другой год, что значит все самое время на другой год, в этот же день. Вот сейчас тебе говорю, все самое время на другой год. Иначе получалась бы тавтология все самое время на другой год. Это уточнение о дне. «И Бог перестал говорить с Авраамом и вошел от него». То есть это выражение особого уважения Господу, как бы на некой колеснице Господь вошел от него. И что же происходит далее? «И взял Авраам Измайла, сына своего, Измайлу 13 лет, и всех рожденных в доме своем, и всех купленных за серебро свое, весь мужеский пол людей дома Авраамова, и обрезал крайнюю плоть их в тот самый день, как сказал ему Бог». Авраам был 99 лет, когда была обрезана крайняя плоть его, а Измайл, сын его, был 13 лет, когда была обрезана крайняя плоть его. Всегда, когда в Библии называется возраст человека, это делается в похвалу человеку. Это правило надо запомнить. Аврааму 99 лет, но он не испугался сделать такую операцию над самим собой. А почему сказано, что Измайлу 13 лет? А в чем подвиг Измайла? 13-летний мальчик, когда он увидел, что делает отец, он мог испугаться и убежать. Нет, он стоял и ждал. Это сказано в похвалу Измайлу Ишмаэлю. Он повел себя так, как отец повел себя. Он не отрывается от своего отца. Судьба Ишмаэля это тяжелая судьба. Он по своему складу как разбойник, дикий осел, как его назвал Господь. Руки его на всех, руки всех на него. Но в этом случае он ведется очень правильно. И в похвалу ему упоминается его возраст. В тот же самый день обрезаны были Авраам и Измайл, сын его. Это свидетельствует об их единодушии. По торгу Манкелоса это звучит. В один и тот же день были обрезаны и Авраам и его сын Измайл. А что это за день? Это день, в который родится Исаак. Ицхак. И Исаак будет первым человеком, который будет обрезан на восьмой день, так как это положено. И с ним, то есть с Авраамом, Измайлом, обрезан был весь мужеский пол дома его, рожденный в доме и купленный за серебро у иноплеменников. Теперь мы должны ответить на вопрос, а если сказано, что завет Бритмила, завет обрезания, это вечный завет, то каким образом христиане исполняют этот завет? мы открываем послание Колоссянам, апостола Павла, 2 глава, 11 стих, и здесь первоверховный апостол Павел пишет в нем, то есть во Христе, вы и обрезаны обрезанием нерукотворенным, с совлечением греховного тела плоти, обрезанием Христовым, и 12 стих, быв погребены с ним, то есть со Христом, в крещение, в нем вы и совоскресли верою в силу Божию. Таким образом, мы видим, что христиане исполняют этот вечный завет. Но, смотрите, в обрезании очень незначительная часть тела как бы посвящается Богу. В крещение через полное погружение от кого является крещением всецело весь человек, его дух, душа и тела во всей полноте посвящаются Богу. Те люди, Авраам, Измайл, они были праведны своего времени, но это был Ветхий Завет. И многое, что тогда совершалось, как говорит Христос, совершалось по жестокосердию. И смотрите, что пишет Кирилл Александрийский, это Катены на Бытия, сборник средневековых комментариев. Что означает Вечный Завет? Во-первых, то, что он был вечным согласно обетовавшему, то есть Богу, ибо то, что от Бога не приходящее, но относительно нас вечное становится приходящим. Во-вторых, то, что Завет, расторгнутый с Израилем, сохраняется с нами, и мы у Бога вместо них, обрезание заняло второе место после веры. И как сначала происходит рождение незаконно рожденного ребенка после обещания законного и поскольку рождение того задерживается, так сначала было плотское обрезание. Незаконно рожденное это рожденное от Агарь Измаил. Так сначала было плотское обрезание, поскольку еще не настало время для духовного, а духовный символизировал Исаак закон рожденный. Когда же явилось духовное, то обрезание отвергается, ибо сказано, что во Христе Иисусе не имеет силы ни обрезания, ни обрезания. И то обрезание было признаком завета, который мог существовать и для беззаконных. Истинное же обрезание есть совершеннейшее соблюдение закона, обрезание и избавление от всего чуждого Богу, преодоление мирского и достижение разумом, примирного, символом этого является восьмой день обрезания, ибо число восемь выходит за пределы мира, поскольку и Спаситель, воскреснув на восьмой день, явил таинства. И действительно справедливо то, что погибнут подобно необрезанному плотью те, кто необрезан сердцем, ибо таковой так и называется необрезанным сердцем. А где называется? В Ветхом Завете. У пророка Иеремии и у Эзекииля говорится о том, что мало обрезать. Плоть надо обрезать из сердца. Это Иеремия 9,25 и Закеиль 44, 7 по 9 стих. Потому что обрезание плоти это видимый знак. И человек, имеющий этот знак, может соглашаться с тем, что совершили его родители. А может и соглашаться. христианство поставит на том, что обряд обрезания, завет Бредмила является вечным, потому что этот завет был усовершенствован в христианском крещении. Когда не только отдельная часть тела посвящалась Богу, но в купель крещения погружался человек весь и целиком, без всякого остатка. Это, кстати, очень серьезный аргумент в защиту полного погружения во время крещения. Спасибо, Господь. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok